И снова всем привет! Сегодня видео вторая часть консультации по фотографии про вот этот вот LED-драйвер. В первой части я рассказал как снизить ток с 600 мА до 420 мА, а в сегодняшнем видео я расскажу про небольшую доработку. Почему я не снял это второе видео сразу в догонку к первому? Хотя была такая мысль сразу же до снятия. По фотографиям мы видим, что присутствует большой красный пленочный конденсатор высоковольтный. И также еще видим, что плата на самом деле на драйвере многослойная. То есть как минимум три слоя это точно есть, судя по контактам. Так вот, были небольшие сомнения о назначении этой красной пленки. То ли это сглаживающий был по входу, то ли это был гасящий. Гасящий, который бы гасил напряжение для запитки той же микросхемки. Хотя там гасится и запитывается, скорее всего, через резистор. И поскольку у меня на руках нет драйвера, чтобы показать и рассмотреть. Я примерно так предполагаю. Поэтому мне пришлось попросить замерить напряжение на выходе диодного моста на плюсе и минусе. Напряжение оказалось в районе 300 вольт. То есть назначение красной пленки, как и предполагалось, фильтрующие, сглаживающие вернее. Емкость у пленочного конденсатора небольшая. И соответственно сглаживание там больше для галочки. То есть никакое. Поэтому доработка будет касаться того, что мы добавим вглаживающие конденсаторы. Так, с предисловием закончил. Теперь перейду к небольшой теории. Как я уже сказал, говорил вернее, что LED-драйвер это не что иное, как импульсный блок питания. Саму суть разбирать не буду, но в входную часть напомню, что переменное напряжение из сети, из розетки, приходит на диодный мостик. Диодный мостик, он у нас выпрямляет это напряжение. То есть из переменного делает постоянное. Но постоянное оно с такими некими пульсациями все равно идет от сети. И чтобы сгладить эти пульсации, ставят сглаживающие конденсаторы. В идеале вообще расчет идет такой, что на каждый ватт мощности ставится один микрофарад емкости. То есть в данном случае у нас LED-драйвер на 40-50 ватт. Соответственно по входу сглаживающие конденсаторы должны стоять на 40-50 микрофарад. Но по фото мы видим, что там пленка и пленка явно не будет там на 40 микрофарад. Там даже одного, по-моему, не будет. Так, с этим я закончил. Что про назначение этих сглаживающих конденсаторов. То есть повторю, что на выходе вот до диодного моста у нас идет переменное напряжение. После диодного моста у нас вот такой вот пульсирующий. А конденсаторы должны вот эти вот пульсации выпрямить до прямого. До ровной линии. Так. Теперь. Вот на этом LED-драйвере мы видим, что стоят два конденсатора, да? А вот на этом LED-драйвере видим, что стоит один конденсатор. Вот примеры импульсных блоков питания. Здесь вот стоит один. Ну, здесь вторая пленка, это я уже дорабатывал. Один. А здесь вот стоят два. Почему и зачем так? То есть вот на том LED-драйвере по фотографиям нам необходимо поставить конденсатор. Грубо говоря, он 40 ватт мощности, значит, один конденсатор на 40 МКФ. Вот. Один кондер. Почему ставят два? Или три, или больше? Все дело в том, что... Видео у меня для чайников, чтобы было доступно понятным языком, в кавычках скажу, что они пустые. То есть там нет никакого заряда, напряжения. Они голодные. И так, как только мы включаем в сеть, все это напряжение после диодного мостика идет не на выход, а на доли секунды все это напряжение идет на зарядку этих конденсаторов. То есть пока они не наедятся. То есть они голодные и заряжаются до того напряжения, которое подается из сети. То есть у нас в сети амплитудное напряжение это 310 В. То есть они заряжаются до 300 В примерно. Соответственно, на выходе пока еще ничего нет. Пока не зарядятся эти конденсаторы. Это доли секунды. Но вот в эти доли секунды ТОК, который проходит через диодный мостик, достаточно большой. А диоды, как мы знаем, рассчитаны на определенное количество ампер. Естественно, они стоят тут маломощные. И если мы поставим одну большую банку, то у нас диоды просто не выдержат и сгорят, пробьют, как угодно назвать, но выйдут из строя. Поэтому, чтобы снизить вот этот вот ТОК, проходящий через диоды, ставят не один конденсатор, а несколько. Так скажем, распределить штоп нагрузку. Теперь немножко про идеальность вообще этих импульсных блоков питания. Я скажу сейчас, что в идеале, конечно, еще ставят, чтобы ограничить этот ТОК, ставят термистер. Но если сейчас доводить вообще все до идеала, то проще сказать, что LED-драйвер полностью собрать самому. Поэтому в данной доработке мы добавим только конденсаторы. Никакого термистера. Ну и вообще, в идеале, там дальше ставится еще и разряжающий резистор. Но тоже это затрагивать не буду, потому что, говорю, тогда нам проще будет собрать самим полностью LED-драйвер, если доходить до маразма идеальности. Ну, схематично это как? По схематике диодный мостик я сам рисовать не буду. Здесь видим, диодный мостик состоит из четырех диодов отдельных. В данном случае по фотографиям видим, что стоит диодная сборка. То есть, ну, вот примерно такая, в котором внутри стоят вот эти вот четыре диода, уже соединенные как надо. И здесь просто уже подписаны, где выход плюсовой, выход минусовой и вход переменного напряжения. Так вот, наглядно это получается как? Сейчас приближу, встану, чтобы видно было. Так, здесь вот увидели. Ножки могут быть по-разному у разных диодных мостиков, но в данном случае вот по краям плюс-минусом, а по центру два входа. Так вот, вот сюда у нас идет вилочка. 220 вольт. Вот. А с этих ножек у нас уже пошло туда-куда-то там на запитку всего хозяйства этого. Так вот, чтобы эти сгладить, чтобы сгладить вот эти вот импульсы небольшие, вот сюда параллельно ставят вот этот как раз сглаживающий конденсатор. чтобы снизить нагрузку на диодный мостик, ставят несколько этих конденсаторов, но меньше емкости. Допустим, не 40, а вот 2 по 20. или 4, что в данном случае мы будем делать из 4, по 10 получается. Вот. То есть, суммарно у нас все равно получается 40 микрофарад. Вот. А про идеальность сюда ставят еще резистор разряжающий. Это чтобы, когда мы выключили, этот резистор на себе разрядил эти конденсаторы. Ну, чтобы они не хранили заряд, они заряд долго хранят. И еще в идеале здесь вот термистор ставят. Термистор как раз и служит ограничением, то есть, он не дает резко зарядиться этим конденсатором, а как бы потихонечку пропускает ток вот так вот к этим конденсаторам. Ну, говорю, до идеальности мы доводить не будем. Мы добавим просто эти конденсаторы для сглаживания. Так, вот. С теорией такой вот чайниковской вроде как закончена. Сейчас перейду уже непосредственно к практической части. То есть, я покажу, как паять, доделать, доработать этот LED-драйвер. Итак, практическая часть. Я покажу, как сделать, дополнить этот LED-драйвер такой вот небольшой батареи из конденсаторов. Подразумевается, что будет макетка, макетная плата, на которой будем размещать все эти конденсаторы, но она будет другая, зеленая, потому что эти вот ужасного качества, здесь эти пятаки при нагреве просто тупо вылетают с платы. Но будут зеленые с более-менее нормальными, по идее. Так, и я вот взял четыре конденсатора. Будем считать. Здесь номинал, конечно, другой. просто я их подобрал по размеру, так вот, для наглядности. Но будем считать, что это конденсатор у нас на 10 микрофарад 400 вольт. Вот. Теперь важный момент. Эти электролитические конденсаторы они с полярностью, то есть у них есть плюс и минус. Вот эта вот полоска белая идет, обозначается вот к этой ножке. Вот. Это у нас минус. Соответственно, вот эта, которая без полоски, это у нас плюс. Вот таким вот образом конденсаторы поставили. и сейчас их припаяем к этой макетке. Ну и продолжим. Так. На пятаки нанести немножко флюсика. так. я посмотрю, на какие пятаки буду сажать. И подставить-то не на что. Так. Паяльник уже можно жало сменить на тонкое. Вот первый конденсатор припаяем к макетке. Выводы пока еще не соединяю. Ставим второй и последующий также. все одной стороной. Второй готов. Вот три готова. Вот я припаял четыре конденсатора на макетную плату. Теперь их соединяем все параллельно. То есть вот эти контакты все сводим в одну линию. Для этого нам эти пятаки помогут сообразить эту линию. ? Да. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чтобы чем короче, тем лучше Ну и к диодному мостику припаивается примерно так, что вот у нас расположен диодный мостик плюс-минус вот он как-то так на платке расположен это вот у нас платка будет вот здесь у этого, именно у этого диодного моста это вот у нас плюс это минус и соответственно там по дорожкам куда-то чего-то пошло дальше а мы припаиваем черный к минусу, красный к плюсу вот такая вот небольшая доработка сейчас на фотографии я еще раз покажу куда подпаивать красный-черный еще раз опять же повторю не забываем про полярность что черный, где эти полоски дорожка это минус, красный это плюс так и теперь еще очень-очень важный момент немного по технике безопасности наверное это тоже один из очень важных моментов дело в том, что здесь вот на этих вот контактах будет 300 ну там от 290 до 330 может вольт постоянного тока это вам не переменные 220 это 310-320 вольт постоянного тока такое мигом разом может и убить поэтому быть предельно осторожным и эту платку желательно заизолировать поскольку здесь вот остренькое все и могут прокалывать те же изоленты то сейчас советую рекомендую проделать залить все это дело термоклеем так вот разогрел термоклей и прям не жалея полностью залить эти дорожки ну и здесь можно пройтись в качестве фиксации конденсаторов вот так вот залили все это термоклеем теперь можно выключить и у нас контакт тоже более-менее заизолированы провода тоже зафиксированы и в принципе так снимаю мимо камеры блин вот так вот я залил все это термоклеем и теперь когда он застынет окончательно остынет все это хозяйство можно обмотать дополнительно еще изолентой изолентой потому что повторю здесь 300 вольт постоянного тока что очень и очень опасно смертельно опасно так что вот что у нас получилось после залития вот такая вот небольшая доработка которая позволит работать стабильнее этому LED драйверу надеюсь видео было полезным спасибо за просмотр всем удачи и хорошего дня пока пока до новых видео и в качестве постскриптума как небольшое дополнение если у вас куча денег и вам нечего делать то вы можете купить готовую плату на алиэкспрессе это китайцы позаботились об аудиофилах известно что они настолько фанатичны что покупают любую более-менее такое аудиофильское и вот китайцы выпустили аудиофильские платы для конденсаторов для создания таких батарей на скриншоте ну и ссылочку наверное для прикола в описании скину так что чтобы не мучиться не паять на каких-то там макетках можно взять купить такую плату и распаять на этой плате конденсаторы так что вот так вот дерзайте еще раз пока-пока давайте посмотрим спасибо